Выбор Краснодарского края в качестве площадки для обсуждения развития туристической отрасли не случайен, ведь наш регион смело можно назвать передовиком в курортной сфере. Во время подготовки к Олимпиаде уделялось особое внимание качеству сервиса, квалификации сотрудников и звездности средств размещения. Именно последние аспекты стало особо обсуждаемым во время заседания представителей комитетов Совета Федерации. С января 2018 года в соответствии с новым законопроектом, который уже в ближайшие дни будет передан президенту России, все отели страны обязаны будут пройти классификацию. В первую очередь нововведение касается городов, которые примут матчи чемпионата мира по футболу. Эта работа начнется уже с 1 июля 2016 года. В отношении остальных регионов обязательство классификации будет поэтапным. Время его исполнения будет зависеть от количества номерного фонда и необходимости проведения такой работы в отдельных случаях. Если мы говорим о таких известных регионах, как Сочи, курорты Северного Кавказа, Москва, Санкт-Петербург, курорты Алтайского края, там где это уже привычно, зачем держать этот вопрос? Если Чукотка не готова к тому, чтобы классифицировать гостиницы, давайте дадим им право решать этот вопрос тогда, когда они посчитают нужным. На сегодняшний день классификация удачно проведена лишь в Краснодарском крае. «Звезды» уже получили около полутора тысяч средств размещения. Теперь будет продолжаться работа по частному сектору. Этот вопрос был отдельно рассмотрен в ходе заседания. В этом случае также будет учитываться количество предоставляемых гостям номеров, ведь обязать пройти классификацию мини-отель, который официально числится как индивидуальное жилое строение, невозможно. В этом случае представители Совета Федерации предлагают создать специальную правовую базу. Частный сектор нужно выводить на правовое поле. Нужно создать условия для того, чтобы они вышли из тени, для того, чтобы им было удобно платить налоги, чтобы эти налоги были для них разумны, подъемны. Здесь необходимо создавать соответствующую правовую базу. Кроме того, частный сектор, как и крупные средства размещения, должны подавать сведения о гостях в ФМС. Это необходимо в плане безопасности, ведь турпоток на курорты Краснодарского края увеличился. В прошлом году он составил почти 15 миллионов человек, причем половину туристов принял Сочи. 64% объектов размещения курорта работают по системе единого пакета, куда входит перелет, размещение, питание и турпрограмма. С этого года к этой системе присоединятся мини-гостиницы и частный сектор. Кстати, еще одним законопроектом, который внесут на рассмотрение в ближайшее время, станет обязательная аттестация экскурсоводов. Эта мера позволит создать прозрачный и контролируемый рынок этих услуг. Ну а главная задача для Сочи – развивать еще одно важное направление отдыха. Помимо пляжного и горного туризма добавить еще один бренд – бальнеологию. У нас есть и вода, и теренкуры, и замечательная бальнеология у самих курортов. Например, возьмем тоже Заполярье. Это шикарная просто база бальнеолечения, новейшая. Все, что есть в мире новое, все там есть. Это шикарная база у нас бальнеологического лечения в Октябрьском. Ну и вообще можно перечислять все эти 65 наших санаториев. Но, а кто об этом знает? Именно о рекламе сочинской бальнеологии нужно уделить внимание, уверен глава города. И рассказывать о таких возможностях нашего курорта в первую очередь должны врачи поликлиник и больницы, конечно, туроператоры. Параллельно с бальнеологией в Сочи ведется работа по развитию яхтинга и морского такси. В этом летнем сезоне начнет куртировать катер между Олимпийским парком и Лазаревским районом. Такая черноморская первая ласточка планирует сделать остановки на всех портопунктах. Такой подход, отметил Анатолий Пахомов, позволит Сочи привлекать туристов, которые привыкли к отдыху на лучших мировых курортах.